Омна Мома Бхагавати Васудивая Омна Мома Бхагавати Васудивая Шримад БхагавА там песня 3, глава 1, текст 25 Странство я этого дуры Спасибо, как раз этого не хватало Там и написано. 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 на особое настроение, потому что сначала мы узнали, что Ведура, во-первых, не обиделся, потому что Ведура был глубоко философски, так сказать, реализованным человеком. Он не просто знал, что скорбь и радость – это наваждение, он это также и осознал. Поэтому, когда Дурьотгана обидел его, он понимал, что просто так судьба сложилась, что Дурьотгана должен идти этим путем для того, чтобы, так сказать, подписать себе окончательно уже смертный приговор. И поэтому он воспользовался возможностью отречься от этих хлопот, связанных с миром. Потому что цари – это страсть, это всегда низшие гуны, это всегда низшие интересы. И Ведура, будучи связанным долгом, семейным долгом, потому что он был рожден от императора, хотя и не рожденный, незаконный, но он был по крови, возвышенной душой, сыном императора. И он был связан этим долгом, и поэтому должен был принимать участие в этих интригах дворцовых. Точно так же, как Бхишма дал обет всегда защищать трон Хастинапара, кто бы на нем не восседал. Поэтому он столкнулся с такими трудностями. Конечно, это все было устроено Кришной. И Бхишма на смертном одре так и сказал, что, дорогие пандавы, все, что произошло, это устроено Кришной. И там имелось в виду это дикое побоище, когда практически все женщины остались вдовами, все дети остались сиротами, потому что уничтожили всех мужчин, 640 миллионов, представьте. Это же не было там мирное население, дети, женщины, мужчины, нет, старики, нет. Это были все молодые, здоровые, полные сил мужчины, кшатри, воины, которых просто уничтожили. Но это был план Кришны. Кришна очень жестко здесь в материальном мире. Есть еще одна такая интересная вещь, что касается поведения. Понимаете, поэтому Ведура наконец-то получил эту возможность, отправился путешествовать по святым местам, Кришна жил как настоящий отшельник. Сбросил в себя роскошные одежды, оставил удобную постель, ложи из слоновой кости, красивые, мягкие, мягкую постель, перины, подушки, одеяла, все это, что там еще было. Он это все оставил сразу же и стал спать на земле, омываться в реках, питаться тем, что пошлет Кришна, пошлет судьба. Он не спрашивал, он не просил подаяния. Ведура не просил подаяния. Это не удивительно, потому что он по природе кшатри. Он не просил подаяния, он просто питался тем, что со мной приходило. Он обошел все святые места, таким образом очистившись. Хотя, на самом деле, такие личности, как Ведура, они сами очищаются. Так или иначе, суть Бхагавата в том, что он очистился. Правопада пишет, хотя он мог непосредственно сразу прийти к Кришне, поскольку Ведура занимал очень возвышенное положение. Когда Кришна навещал дворец Кастинапара, Ведура массировал стопы ему и увлажнял масло или натирал масло. Представляете, такое положение занимал Ведура. Он прикасался к стопам Кришны. Но он этого не сделал. А отправился, принял такое отречение, отрешенный образ жизни. Сосредоточился только на Кришне. Ему было о чем думать, поскольку он в близких отношениях был с Кришной. И Кришна его очень любил. И, в конце концов, он приходит на Ямуну, к Ямуне, и встречает Утгаву, который был неразлучным спутником Кришны. К тому времени Кришна уже оставил эту землю. Но, как мы читаем, в этом объяснении правопады пишут, что, хотя Утгава уже знал об этом, он был так потрясен. И здесь говорится, что он знал о своей, о Кауралах. Кто знает, Ведура знал о том, что Кришна покинул землю? Нет, здесь говорится о родственниках, о Кауралах. Он знал о том, что уже Махараджа Диштира пришел к власти, что была Курукшетра. Но здесь говорится, что этот вопрос может показаться странным сейчас. Ведура спросил Утгаву о благополучии своих родственников, хотя знал, что тех уже не было в живых. И дальше он спрашивает о Васудеве. Как-то странно, сейчас не могу, к сожалению, ответить на этот вопрос. Почему-то не подумал заранее. Но Куру и Ядева – это разные семейства. И Ведура принадлежал к Кауравам. И к тому времени он уже знал, к нему пришли в вести, известия о том, что была Курукшетра, что всех убили. Но что касается семьи Кришны, я не знаю. То ли здесь Прабхабада, ссылаясь на Джилу Госвами, говорит, что это психологический такой момент. Но там какое-то время прошло, но здесь говорится, что он знал о гибели своих родственников. Но знал ли он о том, что Кришна и все Ядовы оставили. Этот вопрос может показаться странным, хотя знал, что тех уже нет в живых, не было в живых. Этот вопрос может показаться довольно странным, но по словам Шилы Джилы Госвами, известие о гибели родственников так подресло Ведуру, что желая узнать, как это происходило, он решил расспросить об этом, обо всем Укутгову. Таким образом вопрос Ведуры был вызван не столько практически, насколько и в психическом состоянии. Ага, значит я сейчас вспомнил детали. Ведура спрашивал Удгаву обо всех, и о Ядовах, и о Кауравах. Потому что он спрашивает, как живет Кришна, как живут его сыновья, как живет Ганхари, как живет Дритараштра, кто помогает советами старому царю, как там Бхима, дождался ли он заветного часа. То есть он спрашивал и о Ядовах, и о Кауравах. При этом он знал о том, что Кауравы все истреблены, но по всей видимости он не знал, что истреблены, что Ядовы тоже. Так или иначе, со временем мы будем читать Шимат Багдам, это выяснится. Но что интересно, что постепенно повествование подводит нас к встрече двух великих душ – Ведуры и Удгавы. Мы уже знаем, что Ведура пребывал в очищенном состоянии, то есть он уже трансцендентно смотрел на мир. В то время как Удгава, будучи близким с Кришной, его вечным другом и спутником, он, естественно, постоянно размышлял о Кришне. И таким образом мы можем видеть такое кульминационное событие в отношениях людей. в отношениях людей. Две великие души встречаются вместе. В чем их величие? В том, что они чистые и преданные. И здесь Прабхупада упоминает в своем объяснении, говорит нам о двух положениях, которые, кажется, могут быть отдельными друг от друга, но на самом деле они тесно связаны. Это поведение, этикет, поведение человека, цивилизованного человека и Гуру Татва. То есть знание о духовном учителе. Хотя это, кажется, такие разделенные предметы. На самом деле они связаны. Это одно целое. Потому, что поведение человека не может быть правильным. Что такое правильное поведение? Правильное поведение – это поведение, которое удовлетворяет Господа Кришне. Это правильное поведение. Или его уполномоченных представителей. То есть представителями Гуру Пан ?! Это правильное поведение. Другое поведение не то, что неправильное. Это не поведение. Когда Прабхупаду спросили, а в чем разница? На Западе он проповедует же, мы знаем все, что Прабхупада проповедовал на Западе. Когда Прабхупада посещал различные города, его тут же окружали корреспонденты, потому что движение было достаточно известным при Прабхупаде Харе Кришна. И когда один из вопросов звучал так, что в чем разница между ведической культурой и западной культурой, поскольку Прабхупада представлял себя как посланца ведической культуры. Прабхупада ответил, разница в том, что между ведической культурой и западной культурой, а в том, что на Западе вообще нет культуры. Понимаете? Такой был ответ Прабхупада И это действительно так Вопрос не стоит о том, что там Ну, конечно, мы говорим, что там Недостает культура Или там недостаточно Но Прабхупада дал такое определение Что разница между ведической культурой И западной культурой В том, что на западе культуры нет Ее вообще нет Понимаете? И Поскольку мы плоды западной культуры Западной цивилизации То для нас очень важно Вникать в эти Послания Шимадбагаватам Потому что У человека, который Рожден Неприкасаемый Вообще по рождению Мы все неприкасаемые То есть это варвары Почему? Потому что Мы не проходили Ведических обрядов очищения Когда если человек Не проходит Ведических обрядов очищения То он считается животным То есть он Конечно имеет потенциал Стать человеком Но для того, чтобы Достичь действительно Человеческого уровня бытия Нужно очищаться Очищение начинается Там С момента зачатия Потому что Рождение Это когда Душа с семенем Отца Входит В лоно матери Вот это Момент рождения Это не то, что там Это не важно Вот важно Когда он Появился на свет И там пошло Там Водой Навозом Нет Важно Именно рождение Когда вот семя Входит В очрево Сливается С яйцеклеткой И через сутки Там образуется Это Там Через 10 дней Это И пошло Вот это рождение Но На западе Этого вообще нет И как Поблажка для Калиюги В Шимадбакова Там В первой песне Пропадок пишет Что в Калиюгу Достаточно бракосочетания Если Брак Если союз Мужчины и женщины Зарегистрирован Государственными Органами Этого достаточно Чтобы не рождался Гарбадан Самскар То есть Варнасанка Это как Достаточно Для того Чтобы Человек Живое существо Уже стояло Считалось Человек И поскольку Я думаю Большинству из нас Повезло Родиться в браке Потому что При Советском Союзе Там Это как-то было Так контролировалось Более или менее Хотя Всякие случаи Были Тем не менее Поскольку мы не проходили Обрядов Для нас Очень важно Слушать Шимадбаку Для того Чтобы Понять Что же Является Настоящей Культурой Настоящей Цивилизацией И в этом Смысле В Бхагавадгите Кришна Говорит Что Самым важным Моментом Для В развитии Человека Для воспитания Человека Является Принятие Истинного Духовного Учителя И Это Неописуемо Интересная И важная Тема Учителя И ученика Я сегодня Как раз Прочу Об этом И поскольку Я тут Обозначил Себе Много Столько Интересного Материала В том числе Чему же Учит Духовный Учитель Это мы будем Дальше читать В этой Третьей Песне Шимадбаку Там Из Наставлений Господа Копила Своей матери Девахути Это целая Интересная История Касающаяся Именно Правил Поведения В материальном мире Потому что Там Исваем Богу Аману Который Появился Из тела Брахмы Со своей Женой Шатарупой И которые Сразу Прильнули В друг В другом В любом Амсаиде Как Говорит Этот Преданный Диктор То есть Они Сразу Вступили В половые Отношения Только Появились И сразу И Брама Был этим Очень доволен Потому что До этого Никто Не хотел Заниматься Продолжением И В определенное Время Я Я ее оставлю Когда Я У меня Это желание Будет Каким-то Образом Упорядочено Когда Оно Мне не будет Мешать Я ее Оставлю И С вами Умамамам Согласился Он Сказал Что Там Не помню Были Условия Сына Но По-моему Он Сказал Что Я я Оставлю Если У нее Родится Сын И Там Были Благословения Что Этот Сын Был Сам Господь Капило Капил Адем Сам Кришна И Можете Себ Представить Могущество Кардама Если Он Просто Девахуте Ему Служило настолько преданной, что она вообще потеряла женское обличие. При том, что она была царевна. Но она настолько преданная, самоотверженная, он вообще на нее не обращал внимания, просто завершал. И потом, когда она изъявила, что потом, когда пришло время жить обычными семейными отношениями, он так, как говорится, рукой повел. Раз, там дворец такой возник, что полубоги прилетали смотреть. Там такая роскошь была неописуемая. И она при всем при этом, при всем при этом, она сказала, я хочу быть желанной. Посмотри, я превратилась просто в нищенку. Но я хочу вернуть свою былую красоту, привлекательность. Для чего? Для того, чтобы чувствовать себя, как говорится, владычицей ситуации. То есть привлекательной, желанной. Когда женщина чувствует себя желанной, вернее, не женщина, а душа, которая одурачена материальным телом, она чувствует себя так, то она удовлетворена. И вот даже, смотрите, даже внучка Господа Брахма, она сказала, я не удовлетворена, потому что ты не будешь, тебя не будет ко мне интереса. Сделай так, чтобы я тебя, так сказать, очаровал. Он тогда левой рукой повел, говорится, правый дворец, левой раз, говорит, войди в озеро. И она вошла, там сразу служанки, и там все про все. И она вышла оттуда такой красавицей, что Кардамо тут же понял, что да, есть смысл потратить на это время какое-то. И там они стали летать на этом, в своем этом городе, или во дворце, так сказать, по всей вселенной всякие такие уютные места посещать, где полубоги развлекаются. И они там тоже развлекались. То есть, представьте, каким могуществом обладал Кардамо Мун, какими качествами обладал Девахутин. Но тем не менее, они были порабощены желанием телесных отношений, телесных удовольствий. Из этого мы можем сделать заключение, насколько это могущественная сила влечения противоположных полов. Насколько это мощно, насколько это могущественно. И именно на этом, на этом основан весь материальный мир, который представляет из себя очень интересное место. Не знаю, я смогу ли вам прочесть. Я выписал из учений Господа Капилы. И я прочту несколько стихов для того, чтобы у нас сложилось представление о том, что такое материальный мир, в котором мы находимся. И как это все чудно проявляется. Господь Капила наставляет свою мать. Он говорит, его мать спрашивает, просила его, расскажи об отношениях мужчин и женщин. И в одном, в одной из глав, в Шимадбагва, там, строение вещества, Господь Капила описывает, что из себя представляет этот мир. И это ошеломляюще. И вообще, Шимадбагва, там, это ошеломляюще. Безграничный и неосязаемый, недоступный чувствами верховный, верховное существо освещает весь материальный мир своим сознанием. Материальная энергия Прадгана в неправильном состоянии. Вообще не разнообразна. Это просто элементарная частица. Это что-то неописуемое. То есть, там нет никакого разнообразия вообще. Это просто одна элементарная частица, которую даже не видно, потому что она находится в полном покое. Тут говорится бесформенная масса. Она находится в полном покое, ее не видно. И вот весь этот материальный мир он создается из этой элементарной частицы. Ну, это не то, что там какая-то часть атома. Это вот совокупность, но она не движет ни цвета, ни запаха, ни формы, ничего нет. И весь этот материальный мир состоит из этой Прадганы. Каким образом? Это потрясающе интересно. безграничный неосязаемый Господь освещает эту Прадгану своим сознанием. Раньше. в основе вещественного мира, окружающего мира лежит сознание. В основе все пронизано сознанием. Мы это знаем. Браман, Парамар. сознание это существо пребывающее вне времени и пространства. То есть это Кришна в одной из своих проявлений. Безграничный и неосязаемый недоступный чувствному восприятию Он освещает собой весь материальный мир. И только поэтому существует предмет. Просвещенный человек воистину просвещенный он видит присутствие сознания вовсюду. Ради развлечения ради развлечения я высшее существо входит в застывшее вещество. То есть здесь разбираются два положения. Существо носитель сознания высшее существо и мертвая как мы знаем все материя как мы употребляем эти слова мертвая материя. И вот здесь она описана как застывшая ни формы ни цвета ни запада ничего фактически невидимая субстанция. Это то из чего состоит окружающий мир. Представь. И вот ради развлечения существо входит в застывшее вещество и придает этому веществу движение. То есть когда оно входит это вещество начинается двигаться. Вещество начинает двигаться и из-за этого движения вещество приобретает три осязаемых обманчивых качества. Газообразное, жидкое и твердое. Потрясающе. Просто из-за того, что эта частица движется разными скоростями. Она проявляется как газ, как жидкость и как твердь. Неописуем. Это смотрите, если мы берем из костра палку, которая на конце еще горит, и она окажется точкой, потом мы начинаем ее вращать, она окажется кругом. Если еще вращать так быстро, она может показаться плоскостью. Но элементарная частица одна и та же, точечка огня. Но из-за движения, из-за скорости движения, она проявляется в разных формах, как точка, как окружность и как плоскость. Точно так же вот эта элементарная частица материальная, когда высшее существо входит в него, и заставляет ее двигаться с разными скоростями. Появляется эта элементарная частица проявляется как газ, как жидкость и как дверь. Натрясающе. Это то, что мы вокруг видим. То, что мы вокруг видим. Разделенное на три состояния вещество производит множество осязаемых свойств, качеств и образов, форм. которые становятся телами и предметами наблюдения для многочисленных существ. То есть, мы, вот как живое существо, находящееся в теле, благодаря тому, что есть вот эти три состояния изначального вещества газ, жидкость и твердь, мы смотрим на это разнообразие, которое превращается из-за различной движения, из-за различной скорости движения этой частицы многообразие качеств и форм. И мы на них смотрим. наблюдая предметы вовне, например, я смотрю на вас, вы смотрите на меня, или я смотрю на окружающий мир, вы смотрите на окружающий мир. Наблюдая предметы во мне, существа ошибочно отождествляют себя подобными предметами. Мы находимся вовне, мы видим людей, других, вернее, мы видим не людей, это уже название такое, мы видим предмет, один, второй, третий движется, и нас учат, что это человек, это собака, это кошка. Мы начинаем думать, что мы тоже такой же предмет, мы тоже тело, мы тоже человек. Представляете? Потрясающе. То есть настолько привлекательно, настолько вот этот проявленный мир, вот это движение элементарной частицы различными скоростями проявляет себя, настолько привлекательно, что, глядя на это, мы становимся такими очарованными, что причисляем себя к этому миру. Это наваждение, да, обман. Наблюдая предметы вовне, существо ошибочно мняет себя подобными предметами. Очарованный игрой трех свойств вещества, газообразным жидким дверным, зритель, существо, не способен видеть свою истинную суть, себя как душу. Очарован. Лапой как цветы, то это пятое и десятое. Представляете, просто очарованный и все внимание, оно сосредоточено вне. Это неудивительно, потому что это проявление Кришны. Майя, это проявление Кришны, все привлекающего. Поэтому вот это качество, все привлекательность, она отражается здесь. И неудивительно, что незначительное живое существо, оно привлекается этим. И вот когда мы увлечены этим миром, мы совершенно теряем способность видеть себя и других, конечно же. Зачарованной игрой вещественных свойств существо начинает видеть вещественный мир полем для деятельности. То есть мы также начинаем видеть, что здесь можно что-то сделать, перемещать предметы, подойти взять стул, положить туда, поставить туда. То есть делать, создавать государство, создавать планеты, как Господь Брама, создавать вселенную мир. Зачарованная игрой вещественных свойств взаимодействием трех состояний элементарной частицы газовой. Оно начинает видеть окружающие себя формы как поле для своей деятельности, а себя воздействующим на это поле. Начинает думать, я могу творить в этом поле. Видя изменения, которые происходят вокруг него в вещественном мире, зачарованное существо ошибочно полагает себя причиной этих изменений. Из этого самообмана рождается рабство. Когда мы начинаем видеть себя действующими, что вот я могу взять и перестать, это я беру и переставляю, это я организую, что это я, строю и так далее, и так далее, из этого мира представления, из этого представления себе возникает рабство. Бездеятельное по природе живое существо, возомнив себя деятелем, навечно связывает себя плодами своих действий. бездеятельное по природе живое существо. На самом деле мы находимся как живые существа, как души. Мы плаваем в воздушных потоках тела. Там разворачивается целая вселенная. Сухотра Махараш, он так подробно коротко и ясно, сложно, но ясно, описывает, как живое существо в точности напоминает Махавишну, который лежит в дреме на водах причинного океана и видит все это материальное творение и наслаждается в нем, но его сон в отличие от нашего это реальность, это действительность. Точно так же мы, как живые существа, как души, находимся во вселенной этого тела и возлежим на 108 воздушных потоках и грезим себе, спим и видим вот это все, что вокруг нас происходит. Вот так вот мы на самом деле находимся. Поэтому здесь говорится, что бездеятельное по природе живое существо, возомнив себя деятелем, возомнив, отождествлив себя с героем, которого показывают на экране ума. Мы отождествляем себя с кем-то из героя. Мы это в жизни, мы с этим сталкиваемся. Мы смотрим какой-то фильм и отождествляем себя. О, это хорошее, а это плохое. О, я хороший или я плохой. Понимаете? И думаем, ну, где он? Я вот здесь. То есть мы отождествляем себя с ним, и забываем реальность совершенно. Забываем реальность. Мы думаем, вот это я там бегал, я бы так поступил, вот он неправильно. понимаете? Мы отождествляем себя с деятелями, как только мы думаем, что я сделал какое-то, какое-то дело, какой-то получил плод. Для того, чтобы воспринять плоды своих действий, нам дают тело, которое есть совокупность чувств. А соприкосновение чувств с предметами сознание испытывает поочередно то радость, то печаль. Соприкасаясь результат самообмана. Это так тело реагирует на это. Ум, тело, ум, тонко, грубо, просто реагирует. Иногда оно чувствует радость, иногда печаль. Но саморизованная душа, она понимает, что это просто результат самообмана, из-за того, что я отождествляю себя. С телом я думаю, что это мне плохо, что это мне хорошо. Но разумный человек, он понимает, это просто самообман. Но представьте, какой это высокий уровень сознания. И вот именно задача духовного учителя состоит в том, чтобы вернуть нас в... То есть вывести из этого... Как это называется? Вы понимаете? Из этой... Из этих галлюцинаций. Что такое галлюцинация? Это какое-то воображаемое событие, которое видит человек в ненормальном состоянии. Там температура, когда-то, да, или у него психические расстройства. Он видит все по-другому. И вот обусловная душа, она, находясь в рабстве, она вот как раз находится в таком состоянии. Мы можем видеть, как разные люди, они по-разному видят одно и то же явление, одно и то же событие описывают. Почему? Потому что каждый болен своим вот этим самообманом. Представляете? И вот задача духовного учителя вернуть обусловленную душу в нормальное состояние, то есть увидеть себя. И как выглядит окружающий нас мир? Он выглядит так, как он описан Шримад Бхагаватом. Шримад Бхагаватом это видение окружающего нас мира Кришной. То, как описывает окружающий нас мир Бхагаватом, это то, как видит его Кришна, то есть тот, кто его создал. И общаться с Кришной можно только тогда, когда имеешь такое же видение, как у Кришны, то есть видение Шримад Бхагаватом, глазами Бхагаватом. И вот обязанность духовного учителя открыть ученику Шримад Бхагаватом, научить его видеть этот мир сквозь призму Писаний Шастра Чакшу. И можете представить, как это трудно. Но еще труднее встретить такого духовного учителя, понимаете, такого человека, который будет обладать способностью вытащить живое существо из этой области иллюзии, так более, оно не хочет оттуда уходить, мы же не хотим оттуда уходить. Это же наша, так сказать, жизненная опора. Мы привыкли, что это и есть жизнь. И вдруг нам говорят, надо уйти туда, где есть какой-то Кришна, какая-то галока, которую мы там не знаем, так что, это надо, а это жестко, понимаете, смотрите, там Кришна себя так ведет, вот мы недавно читали, мы недавно читали в читании Чиритаврити, когда Кришна с отграни, он с ней заговаривает, в присутствии других, ее подруг. И с этой точки зрения это неописуемый позор, потому что, если какой-то мужчина заговаривает с женщиной, это значит, эта женщина легкодоступная, понимаете, то есть проститутка. Это ведическая культура. И это еще до сих пор это присутствует в этом материальном мире, в исламском обществе, там у таких воспитанных индусов, что, как Прабхата пишет, его мать, она из дома перемещалась куда-то в городе, только в Паланкине. Прабхата пишет, моя мать, она, если ей надо было куда-то, так они не были там такие люди богатейшие. Если моей матери надо было куда-то идти, Паланкин, садится, все закрыто, туда-то, туда-то, ее приносят, она выходит. Представляете? Насколько это вообще невозможно в Калиюгу. Я сейчас вспоминаю случай, который со мной был. Я, когда первый раз приехал в Майяпур, там жил, там квартира была в доме у Сварупы. Как этого предного звать, который один из первых учеников Правопады Равин Расварупов. Его жена пекла хлеб и продавала. И я заметил, мне один немецкий предан из Германии сказал, пойди купи у нее хлеб, потому что там хлеба нет. Я пришел, заказал, она так раз открыла дверь, хлеб, тем более мой английский, раз, деньги взяла, закрыла вообще. На следующий день я сижу, принимаю просаду, она подходит, говорит, я буду вас ждать на выходе. И тут же ушла. А мне с ней хотелось поговорить. Я еще так шафран носил, знаете, такой, калиюга брахмачаря. И мне так хотелось пообщаться с какой-то женщиной. Ну, и когда вы 40-летний брахмачарь, уже бывший семейный, вас, естественно, если даже Кардаму Муни или Господь Брама даже не может устоять перед соблазном. Это история, когда он произвел свою дочь и побежал за ней, желая совокупиться с ней. Это, то что говорить об обусловленных душах, понимаете, которые там на Западе вдруг нет возможности общаться с женщинами. Я думаю, ну, почему она вообще не разговаривает там хоть как-то. Она, ну, железная леди такая, знаете, так, подошла, я вас жду на выходе, раз вышла, но думаю, ну, сейчас доем, выйду там, спрошу у нее. Я уже не помню, это было 88-й год, 20, сколько там, 30 лет назад. И я выхожу, она стоит в окружении трех матерджей, трех девушек, просто дает мне хлеб и тут же уходит. Почему? По этой самой причине. По этой самой причине. Что, если к женщине свободно обращаются, это все уже, это женщина не благочестива. И вот мы видим, что Кришна ведет себя так. Он, для того, чтобы на Дратаране посмеяться, но он имеет это право, потому что это его собственность. Все женщины, с которыми Кришна наслаждается, даже если это чужие так называемые жены, это его собственность, это его проявление, это он так проявляется. Приводится пример, как отражение в зеркале. Я смотрю на свое отражение, и я там могу как угодно смотреть, но если кто-то начинает на мое отражение смотреть, когда я там кривляюсь, нам уже не нравится, мы говорим, типа, то есть, но мы-то можем смотреть, потому что это мое отражение. Точно так же Кришна, он может наслаждаться с женщинами, которые его окружают, царицы, потому что это его. Но, с точки зрения обычного человека, это, как это так? Ну, представьте, если бы здесь у нас в компании появился какой-то парень вдруг и стал со всеми женщинами, с чужими женами разговаривать, вот так выглядит Кришна со стороны, это его лила, конечно, вот так, вот представьте его поведение, но для нас это должно быть ведической нормой, вот такое поведение, в частности, вот если взять отношения мужчин и женщин, представляете? И как это трудно в Кали-югу, я даже думаю, я не знаю, но на это обращают внимание однозначно прапхупада, он был от этого в шоке, понимаете? Когда он, почему? Потому что его духовные братья, они предъявляли ему претензии. Они, обычно мы знаем, что вот духовные братья прапхупада, они там критиковали, они завидовали прапхупаде, но на самом деле нет, на самом деле нет, там возвышенные вайшнавы, конечно, там разные были ученики Бактизанды и Сараслади, но среди них были возвышенные вайшнавы. Бактизанды сараслади, Но среди них были возвышенные вайшнавы. И о чем они беспокоились? Они беспокоились о том, что если Прабхупада, Бхактивиданта с вами, принесет вот эти драгоценности, вайшнавские драгоценности, которые с таким трудом были, как говорится, выкопаны из этих недр Кали-юги Бхактивиданта и Сарасвати, и предпринимались попытки внедрить их в общество Кали-юги, что эти драгоценности, если они перенесутся Млечкам и Явамам, то они опять все зарубят на корню, потому что там же, вернее, до корня, потому что там же был упадок вайшнавизма очень, как так сказать, ну серьезно, там практически вайшнавизм отсутствовал до того, как Бхактивиданта Курни взялся за это дело, понимаете. И ученики Прабхупада, они боялись, что опять это все на западе, вся Индия смотрит на запад, Прабхупада туда принесет, там установятся какие-то свои стандарты, которые вот сейчас говорят, ну там в Брахмачаре, пожалуйста, ну не общайтесь с женщинами, я понял, Ниранжан Махарадж на фестивале в Дивноморске, говорит, Брахмачаре, ну не стойте, в уединенных местах с женщинами не разговаривайте, тут еще и ночью там, понимаете. И в Индии вообще там, вся Индия смотрит на исконовские проявления, вот эти, когда ходят мужчины и женщины, там, ну ладно, там, когда в белом еще там непонятно, может это семья, но когда они смотрят, так вот, понимаете, это значит, что они на Прабхупада насмехаются. И вот именно этого боялись последователи Бхактизиданта Сарасвати. Я не хочу сказать, что в Индии там все идеально, но я хочу сказать, что это то, с чем Прабхупада работал, и то, с чем его ученики, нынешние GBC гуру работают, что надо, если мы, потому что Прабхупада, он просил, чтобы его описали как носителя, того, кто принес ведическую культуру на Запад. Это последнее мое заявление. То есть, когда собирались писатели Ламриту, Сасваруб Махрад вспоминает, что вначале Прабхупада отказался, чтобы писали, его описывали, его биографию. Но когда он все-таки согласился, через некоторое время он сказал, опишите меня того, как того, кто принес ведическую культуру на Запад. И строго говоря, ведическая культура – это поведение мужчин и женщин в обществе. И однозначно, что должно быть строжайшее разделение. Однозначно. Понимаете? И вот это то, какая обязанность лежит на нас для распространения движения сознания Кришны Прабхупада. На этом я остановлюсь без пяти-девять. Если есть какие-то вопросы, я не знаю, как это можно сделать. У меня там такой материал потрясающий. О том, каким должен быть ученик, кто такой Буру. Что-то не удается. Может быть, как-то вне Багава там можно это послушать? Конечно, можно. Почему же нет? Ну, там потрясающе. Я сегодня был в таком восторге, когда вдруг взял книгу «Очерки ведической литературы». Это первая его книга, которая была написана еще при Прабхупаде, которую Прабхупада очень высоко оценил. И которая сейчас является учебными пособиями во многих университетах мира. О ведической традиции. Там он вкратце, очерки вкратце. И вот там как раз, поскольку сегодня тема поведения и духовного учителя, там как раз описано, каким должен быть ученик, каким должен быть учитель. По крайней мере, я зачту вам одно важное, интересное место, которое я вдруг обнаружил, хотя до этого я не знал. Буквально несколько строчек. Но это важно будет для всех, особенно неинициированных предан. Важность взаимоотношений духовного учителя, гуру и ученика Шиши в ведической традиции невозможно переоценить. В Падма-Пуране подчеркивается, что без помощи гуру невозможно обрести духовное знание. Падма-Пурана. Дальше приводится цитата. Мантра, которую получил человек, не имеет силы до тех пор, пока духовный учитель, принадлежащий к Парампори, не даст ему посвящения. Правопада это оценил. Понимаете? Хотя Правопада пишет в комментариях, что мантра могущественна сама по себе, но полученная от гуру становится еще более могущественна. Но тем не менее, в ссылках на Падма-Пурану, я уверен, что Правопада всю эту книгу читал. Я, конечно, не знаю, не могу отвечать, что это стопроцентный перевод с оригинала. Вернее, это та же самая книга, но только на русском языке. Я за это, но я уверен, что это ББТ, что за этим достаточно следят. Понимаете? Так что смотрите, мантра, которую получил человек, не имеет силы до тех пор, пока духовный учитель, принадлежащий к Парампори, не даст ему посвящения. То есть настолько важна вот эта тема для тех, кто хочет духовно развиваться в традиции спорта. Обратим на случай, зачем тут тратить время? Лучше наслаждаться, чувствовать. Если у нас нет желания здесь духовно развиваться, то какой смысл тогда следовать четырем ограничениям? Лучше наслаждаться, чувствовать. Чтобы действительно прийти к пониманию, что я должен серьезно относиться к духовной жизни. Пожалуйста, даю вам пять минут на вопрос. 9.00 Вы упомянули в лекции, что душа является бездеятельной. Это на самом деле, немножко не угадывается в голове, в духовном мире она служит. Понимаю, что здесь она бездеятельна. Так, она бездеятельна абсолютно или только здесь? Нет, она здесь засыпает. Так же, как мы во сне спим. Когда мы ночью спим, мы бездеятельны, но во снах у нас там бурная жизнь идет. Точно так же здесь душа, она засыпает, но во сне видит все это окружение. Ей кажется, что это она. Как во сне мы меняем тело, и во сне мы в другом теле, и отождествляем себя с тем телом. То есть, так же душа спит и отождествляет себя во сне. Вот это она видит. Это то, что мы с ней отождествляем себя с этим телом. Ну, это сон. На самом деле мы плаваем, как мы ходим. Ну, как же пробудившиеся души. Есть же такие пробудившиеся души. Они осознают себя душами. Шрила Прабхупада. Да. Они становятся такими спокойными. Они берут под контроль чувства и ум. И как описан в Шукадевы Госсламе, когда он появился в обществе мудрецов, то сразу воцарилась Вайкунха. То есть, такой покой воцарился, исходил от него, что когда он пришел, Магара Жапарикшет просто пришел в полное умиротворение. В его обществе. И он, как описан, обычно скупой на чувства. То есть, он вообще не реагировал на материальный мир. Он так, его взгляд блуждал, но обычно скупой на чувства, Шукадевы Госсламе улыбнулся вопросом царя. Вот, если так описано в Багалдии. И если вы когда-нибудь увидите реализованную личность, то вы поразитесь. Они вот так вот, как будто парализованы. Просто, может быть, глазами двигают, если надо смотреть куда-то. Но, они полностью живые. Просто, они используют свои чувства и ум только для служения Кришне. И когда они надо служить Кришне, нет. Они полностью их держат вот так, под контролем. Они у них не действуют. И вот от них исходит такой покой, такое умиротворение, что можно понять, что это человек какой-то особенный, что это не просто парализованный лежит там, не может ничего делать. И вот таких вот, вот такая личность, это истинный духовный учитель. Потому что просто в его обществе начинаешь верить, что да, духовный мир есть. И что бы он ни сказал, это будет абсолютно истинно. То есть такое умиротворение наступает. Я, опять-таки, в первый приезд во Вриндаван, я уже пришел, когда фестиваля не было, мне удалось войти в Самадхи, Прабхупады. Туда, где Пуджаре. Я тогда был просто инициирован. И как только я вошел, я сразу почувствовал освобождение. Ни жара, ни там болезни, ни голод, ни жажда, ни черт. Там было, это уже был апрель месяц, там жара неописуемая во Вриндагане. И я зашел, и вдруг раз, и все исчезло. Просто там в Самадхи. Там место, когда, там где Пуджаре. Там где Дмитрия. Давайте остановимся, поскольку я живу, но задержалась. Все-таки хотелось бы прочесть о том, в каком должен быть бурый, какой щеник. Я не знаю, когда это сделать. После вечернего артия и катхана. Можно, да? Да. Сегодня? Да. Давайте, договорились. Тогда я в полгосмого здесь. Жила Прабхупада Ки-джа, Жила Бхагута Ки-джа. Спасибо.